Денген или не делается, проводится открытый способ удаления. Это не то, что вот мы разрезали и убрали небо. Мы сделали разрез, сделали лоскуты, убрали те корни, которые там находятся, припоровка, то есть видите, да, что слизистая оболочка патологическая, она полностью убрана, обрезана и швы наложены без натяжения. Потому что если будут швы под натяжением, то они сорвутся. То есть при открытии рта это все пойдет дальнейшее новое воспаление. Это та самая кошка Матильда, которую сейчас мы обсуждаем. Остаточные корни, воспаленная слизистая на корне языка, то есть здесь полностью закрыта и трахея, и ничего абсолютно не видно. Сейчас видео покажем. Это просто исследование животного перед тем, как интубировать. То есть животное не спит, животное обездвижено, то есть полностью, ну не то, что все чувствует, но все равно трахеальный рефлекс он присутствует в любом случае. То есть это перед самой интубацией план, что необходимо сделать. Потому что после введения интубационной трубки уже такой визуализации не будет. То есть воспаление очень-очень сильное, и не всегда было понятно, почему животное кашляет. Это уже фотографии той самой кошки. Здесь она более розовая, чем на экране. То есть это все наибольшее воспаление. Очень красное все. Обратите внимание, после того, как трубка поставлена интубационно, мы полностью ничего не видим, потому что все воспаленные ткани, они ее полностью закрыли. Эту ситуацию уже после операции, то есть удалили остаточные корни, удалили все патологические мягкие ткани, гиперплазированные вот эти ткани. И здесь вот это место обработано ляписным карандашом. При обработке ляписным карандашом необходимо слизистую оболочку полностью промыть для того, чтобы там ничего не осталось, иначе пойдет очень сильный ожог. Если взять тот же самый ляписный карандаш, намочить его и нарисовать что-нибудь на своей коже, то через определенное время вы получите рисунок на своей коже. Это серебро. Ляписным карандашом прижигают папилломы на коже у человека. Если получится приобрести ляписный карандаш в свободном доступе в аптеке, то нормально. Но использовать его необходимо только в условиях общей анестезии, обязательно промывать рот после этого. Вы его не видите, вы его не чувствуете, просто знаете, что его нужно мыть. Он очень твердый, жесткий. 20 июля и 8 октября. То есть получается, фактически прошло 2,5 месяца, 2 с небольшим месяцем, но результат налицо. Результат четко виден. Лечение действительно очень длительное, долгое. Владельцы информированы о том, что нужно иметь очень много времени на это все. Вот она слизистая, с десной. И вот. Это после того, как удалены больные зубы и корни зубов. Почему удален клык? Потому что, во-первых, клык один. Клык будет набирать на себя налет. И при отсутствии всех остальных других зубов этот клык просто не нужен. И когда удаляется больной зуб, я так и говорю, здоровый зуб, я говорю, так и говорю, удалила здоровый зуб. Потому что он нефункциональный. То есть мы цепляемся не за зубы, а цепляемся за общее состояние здоровья. Это гесик. Гесик себя очень плохо чувствует на этой фотографии. Это слюна, которая висит постоянно. Слюна очень густая. Гесик проходил лечение длительное в клинике. Сколько позвонков на хвостике? У него конкретно. У него можно посчитать все, что угодно. Он прозрачный. Учитывая то, что это белый сфинкс. Это лимфатические узлы. Вот они. Для того, чтобы понимать, каков их размер, взят инсулиновый шприц. Смотрите. Это в полголовы. Кот уже обездвижен. То есть мы его уже вводим в наркоз. И образуется такая белая, густая, непрозрачная слюна. То есть он ее уже не может глотать. Она никуда не вытекает. Она просто собирается постоянно. Она накапливается. Откуда она течет? Вот такие вот лимфатические узлы. Это хейлит. Когда губы воспалены. Точно так же бывает и у кокеров. Хейлиты. Вот такой вот рот. Соответственно, кушать он нормально не может. Его кормят насильно. И заливают шприцом всякую еду. Так называемая цветная капуста в ротовой полости. Заинтубировать очень трудно, потому что не видно ни трахе, ничего. Нажимаем на слизистую оболочку, она начинает все кровить. То есть перед интубацией, наверное, было потрачено минут 40-45 только для того, чтобы его правильно заинтубировать и продолжить лечение. Обратите внимание, что у кошек ставится рот-расширитель не металлический и небольшая игла. А ставится рот-расширитель от инсулиновой иглы. Во-первых, размер инсулиновой иглы позволяет правильно стабилизировать сустав. Мы не можем долго держать раскрытым рот у кошек, потому что происходит нарушение кровоснабжения в данной области. Опять же думаем о суставе и используем маленькие колпачки. Слизистая оболочка достаточно большая, она очень сильно разросшаяся. После того, как удалены все больные зубы, я сейчас уделяю внимание именно слизистой оболочке, даже не зубам, была обрезана вся патологическая ткань, и она шла до пищевода. То есть тут точно так же была проведена и так называемая пластика пищевода, потому что часть пищевода пришлось обрезать и его сшивать. Операция очень длительная. Начало пищевода. Не сам пищевод внутри, а начало. Туда глубже я не смогла проникнуть. У меня, во-первых, нет эндоскопа, я не умею пользоваться эндоскопом. Все, что было снаружи, до момента, как мы можем оттянуть язык. А есть нюансики. Определенное положение пациента, его расположение и анатомия. Нет, 8 часов — это экстракция. Мягкие ткани, мандиблоэктомия и суставы — это на несколько дней. Очень интересно. Это тот же самый гейстик. Фото не очень хорошее получилось, потому что мы его не вводили в наркоз. Но, тем не менее, результат налицо. Сейчас они появятся. Во-первых, сразу морда. Глаза уже открыты. То есть он уже не щурится. Он уже не превращается в креветку. Он уже сидит и сопротивляется. То есть это говорит о том, что пациент выздоравливает. Он уже когти начал выпускать. Как у него было лечение предыдущее? Предыдущее. Был назначен полиоксидоний, байтрил, гемобаланс. Потом был назначен опять байтрил, октовигин, гемобаланс, димедрол. Это фотография назначений. Врач убрана клиника. При таком рте были вот такие назначения. Неправильно, не надо. Цитология. Выраженное хроническое воспаление. Сдавали на лейкемию. Отрицательно. Пытались что-то исследовать. Калицивироз. Положительно. Но опять же, он сейчас четко сказано, что калицивироз не будет влиять на экстракцию всех зубов. То есть он может проявляться, может не проявляться клиническими признаками. Лейкоциты. Лейкоциты 38 при норме максимум 12. Дальше. Гемоглобин снижен. Ну, незначительно снижен. Гемотокрит снижен. Общий белок незначительно повышен. 74, да? И 86. То есть мы смотрим полностью все. Все показатели. И сразу думаем о чем? Об иммунной системе. Мы думаем обо всем, чем угодно. Владельцу было предложено иутаназия. Потому что когда расписали, что нужно делать, как это нужно делать. Не то, как это будет тяжело коту, а как это будет тяжело вам, владельцу. Да нет, все нормально будет. Финансово потянем. Не финансовая сторона вопроса. Время. Несколько раз в день обработки. Инъекции, кормление, уход. Владелец взял отпуск. И мы начали лечение. То есть когда полностью совпадают все позиции, которые рекомендованы, тогда уже начинаем лечение. Потому что в итоге, когда все это бросится наполовину, тут уже будет обидно, как специалисту. Что вроде начал, азарт начался, а результата нет. Рентген показывает потерю костной массы. То есть результат продонтита. Нам необходимо удалить все эти больные зубы, чтобы не было воспаления десен. И чтобы в итоге навести порядок в глотке. Остаточные корни резцов. Тут вообще потеря костной массы значительная. Вот они резцы. И переопекальное воспаление около резцов. Соответственно, еще немножко, и уже пошла носовая полость. Почему хронические насморки бывают, которые лечат годами? Нужно проверить зубы на наличие уронозальной фистулы. Удалите зуб, зашите дырку, и насморк пройдет. В стоматологии самое важное в ветеринарии. Все от нее идет. Что-то не так с зубом не ест. То есть обязательно рентген. Удаляем все больные зубы, пластика кости, наложение швов. Заполнение стоматологической карты обязательно. Без нее некуда. Это наша защита, в том числе и юридическая сторона вопроса. И вот она разница. Прошло чуть меньше месяца. То есть 27-й, тут 3, да, ну 20 дней. 20-21 день. Разница как будто два разных кота. Но это при условии, при том условии, что владелец выполнял полностью все назначения. Кот не был в стационаре ни дня. Кот был дома. Ну, конечно, там что-то неправильно было, на это тоже надо делать скидку, но тем не менее. Лимфоузлы. Вот это вот вмятины, видите, я его так взяла, и отпечатки моих пальцев остались. Ну, они есть, конечно, но они нормальные, они не такие большие, как были. Сразу смотрим на губы, на выделение. Ну, не до конца. Он давал рецидивы, так часто расстраивал. Но тем не менее. А как часто? 4 месяца. В среднем 4 месяца. То 3,5... Нет, не с таким, не с таким. Как только-только начиналось разрастание, владелец звонит, говорит, растет. Вот все, ни здрасте, ничего. Анна Сергеевна, растет, я поняла. Не-не-не-не-не, антибиотики местные, да. Каждый день заглядывала в рот она, она делала фотографии, чтобы сравнивать ее. Но слово растет, я его боюсь. Если там что-то растет, я сразу вспоминаю Гессика. Операция действительно очень такая напряженная. Сам. Он сам ел. Он сам ел. Мы его не кормили сутки еще после этого, но он ел сам. Причем, когда, я скажу честно, когда я сюда вот влезла, я не представляла, что там. И когда я увидела уже там внутри глотки, что происходит, я позвонила владельцу, говорю, мы точно будем лечиться? Вот. Она сказала точно. И вот мы вот это вот дело сделали. Да. Нет, он с интубацией. Он-то интубированный. Конечно, где он тут? Он интубированный, без интубации. Ну, где-то там трубка была. Ну, в общем, бог с ней. Он интубирован, потому что провести без интубации невозможно. Интубировать, во-первых, лучше с животной розовой, чем синее. Во-вторых, тратить время на подобную интубацию у кота просто невозможно. И на газу, на изофлюране они могут лежать сколько угодно. Хоть 8 часов они могут лежать. Такие тоже операции есть. Не часто, но случаются. Причем сделали все за один раз. Можно было остановиться, но здесь остановиться невозможно было, потому что нужно было вот здесь все закрыть, иначе лучше бы туда и не влезать. Абсолютно. Ну, разница есть. То есть, грубо говоря, 20-21 день. Не идеально, но есть. Он живой. Живой. Здесь не то, что вот прям как свежий случай, а самые яркие случаи на генгивостоматит. Что такое случается, что такое можно делать, что приводит к результату, что не приводит к результату. То есть, есть тема генгивостоматит, которая пополняется. Есть тема, допустим, клинические случаи 16-го года, 17-го года, 13-го года. То есть, есть определенные темы. Кто-то слушал, кто-то не слушал, но никогда ничего не повторяется. Но генгивостоматит генгивостоматит их должен быть. Вопрос. Сегодняшний слайд, который я вставила сегодня утром. Кто-нибудь есть в фейсбуке в группе стоматологической? Стоматология от А до Я. Было сегодня вопрос от врача. Кто назначает метрагилдента, кошки? Все. И там пошли разные мнения, обсуждения и так далее. Кто-то писал, я назначаю Септу, а я назначаю Разим, а я назначаю Стомодин. Да нет, ты дурак, лучше винилин. Я не выдержала, честно вам скажу. Я крайне редко пишу в этой группе что-то, но если я пишу, конкретно со ссылками на что-то. Когда уже совсем зашел в тупик этот разговор, чтобы притормозить. Что такое Асепта? Хлоргексидин, метронедозол. Метрагилдента. Хлоргексидин плюс метронедозол. Винилин. Помните, я говорила, что без стоматкомплекса неэффективен. Пленка, которая закрывает все бактерии, не дает нормально работать. Стомодин. Хлоргексидин 0,12%. Это гели. Просто тот же самый хлоргексидин. Разные торговые названия. Мирамистин. Бензил, диметил. А хлоргексидин – это хлоргексидин. Два антисептика, два разных действующих вещества. Что выбрать? Можно и ромашку. Нет, кошкам, собакам всем хлоргексидин. Можно, дорого. Когда назначают хлоргексидин, они его переливают в пшиклоку для цветов, в пульверизатор. Получается очень большой объем, 0,05%, потому что его можно много. Поднимают губы и брызгают рот. Я всегда говорю, как будто вы моете цветы от пыли, моете рот. И владельцы моют, моют, моют в течение дня. У них уходит около полулитра, литра хлоргексидина на собаку. Представляете, литр мирамистина на собаку. Да, в день. Они же не в рот брызгают. Во-первых, мы их обучаем, как брызгать. Они приходят с этой пшикалкой. И они берут собаку. Я им показываю, они берут. Ничего не получается. Они еще раз делают. Если ничего не получается, я говорю, ходить в клинику стоит это столько. Мы еще раз попробуем. У них получается. Все. А когда они это делают дома, и постоянно 5, 7, 10 раз в день, результат очень хороший. Брайтон, хлоргексидин, аразим. Что это за волшебный препарат такой аразим? Типа он растворяет зубной камень. Давайте его котам использовать при мочекаменной болезни, если он так прекрасно растворяет зубной камень. Если он растворяет зубной камень, что происходит с десной? И что происходит с костью? Это рекламный ход. Нет, вы можете его использовать. Это не проблема. Это любой из этих препаратов использовать. Я перечислила тут только то, что сегодня было в этом посте. Почему? Почему слюни по колену у кошки? Да. Там находится ментол. Это как раз я отметила. Торговое название или действующее вещество? Вопрос. Это тот пост, который меня сегодня очень сильно возбудил. Да, на злобу дня. Причем вот оно сделано буквально, наверное, перед отъездом, перед выходом вставило. Тут даже, видите, шрифт не тот. К тому, что мы используем. Торговое название или действующее вещество препарата? Тот же самый стомарджил, спирамидцин, метроиндозол, синулокс, амоксицелин, клавулановая кислота или аугментин, ксиклав, синулокс. Это то же самое. Это то же самое, что аугментин. Это одно и то же. Просто разное количество действия вещества. 500 мг, 250 мг и так далее. Как этот препарат называется? Азитромицин. Сумамед. Азитромицин, сумамед. Сколько стоит азитромицин? 40 рублей. Сумамед стоит рублей 200, а азитрококс стоит 1800. Ну, к примеру. Ну, рассчитать дозу правильную на собаку и на кошку тоже нужно уметь. Поэтому использовать медицинский препарат можно, но нужно знать дозировку. Потому что без томатологического комплекса санации, полировки, экстракции ГЗ и БЗ ни один препарат не справится с поставленной задачей. Ни никто не задал вопрос, что такое ГЗ и БЗ. Много нравится, но никто не спросил, что такое ГЗ и БЗ. Гнилые зубы и больные зубы. Вот так вот захотелось написать. Так что... Если заниматься стоматологией, да, небольшая реклама, это книга. Книга, переведенная на русский язык. Говорю откровенно, это была моя азбука, я с нее начинала. Мне подарил эту книгу Дэвид Кроулсли, один из авторов этой книги, это мой учитель. В итоге мы ее перевели на русский язык, она полностью отредактирована, научная редакция. Там есть незначительные ошибки, но мы их уже опубликовали. Это связано с редакцией. Книгу делали в течение года. Это совместный проект компании Хиллс, аквариума и учебного центра Денталвет. Книгу можно приобрести в интернете, в любом, в аквариуме, в Денталвете, просто в интернете. Она в свободном доступе. Автор Джудит Дипроуст, Цедрик Тутт и Дэвид Кроусли. Сейчас. Должна быть. Нет, наверное, не написано. Ну, здесь, наверное, не указано. Значит, ну, если вот посмотреть, это как раз третье издание, это британская ассоциация, мануал по стоматологии собак и кошек. Это сделано все на русском языке, стоматологии собак и кошек. Те же самые авторы, переводчики, наши ветеринарные врачи, практикующие врачи, научная редакция моя. То есть было вычитано все. Да, да. Ну, это редакция, я не автор. Я не автор, просто редактор, потому что нужно было посмотреть, где Максилл, где Мандивулы, нижняя, верхняя, правая, левая, собака, кошка, название зубов, терминология. Потому что человек, который может переводить, он может не владеть той же самой терминологией. Определить, узнать о генгивостоматите кошек, вообще о стоматите собак и кошек, можно где угодно. Если вы знаете иностранный язык, посещайте. Если вы не знаете иностранный язык, смотрите публикации. Есть Национальный ветеринарный стоматологический союз. Это организация, которая объединяет врачей, которые интересуются ветеринарной стоматологией. Не обязательно вы будете стоматологом. Там постоянно публикуются разные статьи, переведенные. Членство абсолютно бесплатное. Как говорится пароль, денег не просим, работать не заставляем. То есть все это есть в открытом доступе в интернете. Можете заходить, знакомиться, задавать вопросы, вам ничего за это не будет. И есть основные секции. Стоматология, болезни кошек, драматология, инфекционные и инвазионные заболевания. Именно генгивостоматиты рассматриваются на данных секциях. И каждый год, если вдруг есть такая тема, если я где-то, допустим, в следующем году буду выступать с подобной темой, то там будет уже новая информация, добавленная с новыми пациентами. Потому что я не знаю, может быть, завтра я получу новую информацию, скажут, опа, мы выпустили, вот есть новая схема лечения данного заболевания. Может быть, там уже иммуногистохимия не нужна будет. Когда вы знаете, где искать, как искать и что с этим делать, то есть правильная диагностика, у вас все получится. То есть это самое важное. Какие есть вопросы по кошкам? Секретов никаких нету. Моя ассистентка уже знает все слова и не реагирует. Сейчас покажу. Это обычный Samsung. Обычный Samsung, просто с хорошей камерой, которая делает хорошие качественные фотографии. А, рентген. Внутриротовые снимки. Это цифровщик рентгеновских снимков с матрицами. Матрицы от нулевочки, которые входят в ротовую полость хомячка. У меня такая есть матрица. Потому что у меня есть очень хороший хомяк Мани, которому я удаляла зубы, даже зашивала во рту. Это лучший пациент, это лучше, чем слон, и лучше, чем тигр. Вот хомяк Мани. Самое потрясающее. Внутриротовые снимки. Укладки нет стоматологии. Есть размещение пленки. Если мы делаем пленки, а обычно будут проводить, то же можно сделать отдельно, не через подверг, потому что у девушек в пленку, куда-то не впадает, мы делаем такие же пленки. Да. У меня не получается, у меня получается тонко-надо-мутрия, как и пленка, и пленка. Нет, можно просто голову положить на кассету и повернуть таким образом, чтобы мы видели либо правую, либо левую стороны нижней челюсти. Вот еще какой интересный вопрос. Так, 17 октября у нас будет мастер-класс, но, к сожалению, там места уже нет. Да, мастер-класс, там идет основа санации ротовой полости, заполнение карты и рентгенография, то есть визуальная диагностика. На этом мастер-классе стоит арман, оранж, стоматологический излучательность на стене и ручной излучатель. Пленка, проявляющаяся в боксах, самопроявляющаяся пленка, цифровщики и радиовизиографы-датчики. И в течение дня мы делаем рентгеновские снимки собаки, кошки разными аппаратами. И доктор уже выбирает то, что ему необходимо. То есть врач выходит с тем, что он знает, как сделать сустав, как сделать тот или иной зуб, как правильно подобрать экспозицию. То есть так и называется это практическое занятие. Это не мастер-класс. Мастер-класс — это когда кто-то показывает, как надо делать, а вы стоите, все смотрите. А это практическое занятие, когда вам показали, но вы это делаете сами в течение всего дня. То есть такие занятия проходят несколько раз в году. Это учебный центр «Денталвет». Информация либо через интернет. Члены НВСС получают всю информацию в ближайшие мероприятия на год. Они абсолютно доступны, эти мероприятия. Чем они хороши? У каждого врача свой набор инструментов. Не ждем соседа. Своя машина, свой рентген, то есть полностью экипировка собака и кошка. Своё. Есть один безотходный мастер-класс. Это стоматология кроликов. Кролика все забирают с собой. Есть. Так это тушка. Это тушка кролика породы белый великан. Стоит машина. Ресторан, ресторан. Денталвет. Ресторан, ресторан. Эти кролики в ресторан уехали утром, а эти уехали на мастер-класс. То есть они идут под заказ. Нужно 10 кроликов. А мы не можем взять больше 10 людей, потому что у нас нет рабочих мест, чтобы у нас не было накопления. Мы лучше сделаем второй мастер-класс, но у нас не будет такой кучи. Чтобы каждый получил всё, что необходимо. Все сделали по стоматологии кролика всё, что нужно. Челюсть поломали, глаза попракалывали. Я утрирую, конечно, но тренируются. Всё. Шкурку сняли, забрали дома, приготовили. Это тушка свежая. Это безотходный мастер-класс. А при удалении зубов всегда надо сушивать? Кому? Можешь работать? Да. За собаку? Да. Кому-то не надо? Кому-то нет. А кому-то не надо? К тому кролику? Да, некоторым кроликам не нужно зашивать. А сейчас я расскажу, почему. У нас есть совсем немного времени, но я думаю, что мы немножко задержимся. Это тема по грызунам и зайцеобразным. Почему кролик не грызун? Есть у кроликов и два резца. Да. Бывает и два. Нет, просто говорят, к нам грызун пришёл. Это кролик. Кролик не грызун. Чем он отличается от зайца? Кроме длины задних лап. У них очень много... Можно много найти всяких отличий. Кролик и зайца — это зайцеобразные, но грызуны — это морские свинки, шиншиллы, дегу, мыши и так далее. Ну, кролики тоже грызут, но не так грызут. Ну да. Есть такой доктор Дэвид Кроусли. Он разработал данные стоматологические карты. Эти карты сейчас полностью адаптированы, также определены на русский язык. И используются сейчас повсеместно нашими коллегами. То есть адаптированы под российскую действительность. Есть на морскую свинку, крысу, шиншиллу, кролика, хомяка, мыши и так далее. Можно взять любую другую стоматологическую карту. Для того, чтобы определять, что мы будем делать с кроликом, тут же и должна быть обязательно анатомия. Обязательно. Кролики не только имеют ценный мех и вкусное мясо, они также домашние питомцы, которых необходимо лечить. Существует вот такая схема. Ее нужно будет запомнить. Я не думаю, что сможете сейчас прям вникнуть в нее, потому что информации очень много, она просто не уложится. На эту схему нужно смотреть очень долго, чтобы понять, что к чему. Здесь показаны и углы зубов, и как они расположены, и сам прикус по кроликам, потому что кроликам можно исправить прикус в течение 3-4 недель. Кроликам делается ортодонтия. Любому. Любому. Морская свинка 20 зубов, крыса, мышь, хомяк 20 зубов, шиншилла 16 зубов, кролик 28 зубов. Взрослый кролик. Это стоматологическая карта кролика. На макселе на верхней челюсти 3 примоляра, на нижней челюсти 2 примоляра и по 3 маляра. То есть опять же, знать анатомию, как необходимо корректировать зубы, чтобы у них был правильный прикус, правильное пищеварение. Также есть Владимир Екал. Он занимается грызунами и зайцеобразными. У него есть определенная своя система нумерации зубов для того, чтобы правильно заполнять стоматологическую карту. Существует специальный набор для зайцев и грызунов, чтобы проводить стоматологическое лечение. Не каждый инструментарий подойдет для работы с ними. Анатомические знания. Комплекты есть стандартные для работы с данными животными и есть дополнительные. То есть это определенные инструменты, которые действительно ветеринарные. Потому что только некоторые из инструментов можно взять у медиков, но они также различаются по размеру. И разработаны специально ветеринарными врачами, которые занимаются данными животными. Стоматология очень тесно связана с офтальмологией у кроликов. Что удалить лучше, зуб или глаз? Нет, глаз удалить проще. Проще. Для нас. Но для кролика лучше удалить глаз. Что лучше удалить? Глаз. Вообще класс. Растут ли зубы в глаз? Нет. Нет. Не растут. Докажите. Но они растут туда. У них корень идет или растет? Вы уже знаете, да, что я могу прицепиться к слову? У них нет, во-первых, истинных корней, но корни не растут. Никогда. Зубы растут, коронки растут. А корни никогда не растут. Вдавливается. Да. Поэтому я спрашиваю, растут или идут. Если мы убираем проблему снегу, он уже не растет. Нет. Да, это только третий слайд, кролик. Существует нарушение. То есть кость, порозность кости, она становится очень мягкая. Нижний зуб проталкивает верхний сюда. Тогда, когда продолжают расти все вот эти зубы, они растут на 3 мм в неделю. И при отсутствии стирания, при отсутствии стирания этого зуба, потому что этот постоянно болтается, он вталкивается. То есть нам необходимо либо постоянно корректировать нижний зуб, либо удалить верхний зуб. Но если мы удалим верхний зуб, значит, нам нужно удалить нижний зуб, потому что ему он будет расти дальше и дальше. И даже если этот зуб не будет прорастать сюда, то когда он займет большое вложение, то челюсть заблокируется, потому что он не сможет нормально жевать. Как жует кролик, и как жует морская свинка? Физиология жевания каждого животного, она индивидуальна. Вот этот череп я очень долго готовила, очень долго, много зубочисток ушло, зато здесь видно каждое отверстие. То есть и анатомия в том числе, чтобы знать, где находится носовая полость, можно ли удалить сразу два резца кролику, или он может захлебнуться кровью. Кролику можно крысе, нельзя. Очень сильно кровотечение, и происходит захлебнуться кровью. Два верхних резца. Удаляли? А потом приходили они к вам на вторный осмотр? Ну хорошо. Ну значит, это в качестве исключения. По одному резцу да, но не сразу два. По одному резцу удалить с интервалом. Но когда мы удаляем сразу два резца, происходит нарушение, то есть и кровотечение очень сильной артерии, либо заинтубировать, но это невозможная интубация крысы, либо в положении вниз головой, для того, чтобы оно все выходило с наклоном. Поэтому офтальмология и стоматология у кроликов тесно связаны. Если офтальмолог не справился, у нас есть один офтальмолог, который периодически мне поставляет кроликов, и говорит, что ты проверь, если это не глаз, тогда убери зуб, а то же я с глазом начну работать. Поэтому обмен пациентами происходит. Один и тот же кролик, разные глаза, правый и левый глаз. Интрузия. Интрузия корней, проникновение корней, вдавливание. То есть идет эпифора, даклеоцистит, экзофтальм. Здесь короткие зубы, здесь зубы более длинные, если сравнить левое и правое. Должна быть разница между правым и левым. Это в первую очередь. И дальше мы сравниваем низ и вверх. И никогда мы не исследуем кролика. Вот здесь мы не трогаем кролика, когда они поступают. Если есть крючки, мы можем проколоть щеку. Кроликам делают минимум 8 проекций. Те, кто не имеет внутриротового рентгена. Где бугор? Бор? У нас, если интересуют инструменты, есть стандартный набор инструментов для кроликов, уже готовый. Он с борами. Когда мы формировали именно учебный центр для того, чтобы обеспечить слушателей инструментами, сделали больше наборов. И врач начинает работу и говорит, мне нужен минимальный набор. Ему дается экстракционный набор, набор для кроликов и грызунов. Минимум и максимум. Максимум включает столик для грызунов. И там находятся и боры, и диск. То есть врач открывает инструменты, у него каждый инструмент подписан, для чего он необходим, и там нет лишнего, только то, что нужно. Потому что это сделано все на ошибках. Мы очень много инструментов просто подарили. Мы дали объявление, сказали, в течение часа заберите инструменты. Все, их не было. Но они неправильные, неработающие. Это кролик-зайка. Обратился он с отеком. Что-то отекло. Осматривается левая, правая половина обязательно. Четко видно, да, асимметрия лицевой части. Ни лица, ни морды, ни лицевой части. Кролики кричат. Слышали? А тут нету звука. Звука нет. Это осмотр кролика, просто седация газом, для того, чтобы раскрыть рот и определить объем работы. Потому что не осмотрев ротовую полость, невозможно определить объем работы. При вхождении в наркоз, именно под газом кролики могут кричать. За счет раздражения слизистой оболочки изофлюраном, ну и, вероятно, каких-то... Сразу осматриваем зубы. Квадрант 100, правый-левый. Квадрант 200, левый-верхний и правый-верхний. Четко видно, что элангация элангация клинических коронок с этой стороны. Но мы не можем сказать, что они длинные или вот эти короткие. Может быть, эти нормальные, а нижние просто протолкнули туда. Такой может быть вариант. То есть мы не можем определить, длинные они или короткие. Мы должны осмотреть полностью всю ротовую полость. Удлиненная элангация, выделение гноя из-под десны. Зубы стоят плотно. Просто идет генгивит и выделение гнойного выделения. Шерсть в ротовой полости это нормально? Растет. Нет, она прямо во рту растет. Так это норма. Да, она прямо в щечке внутри растет. Шерсть. Ну, она не на всю щеку растет. Она вот только вот на... Нету почти у всех кроликов. Кстати, я не знаю, почему она там растет. Я вот этот вопрос опустила. Но я прочитаю и... Скорее всего. Может быть, для того, чтобы не выпускать тот же самый корм или удерживать его. Я обязательно узнаю. Потому что и у нас тоже есть особенность строения губ. И у кошек есть специальные сосочки и так далее. Ну, там резать можно, там ничего не течет. Да. Я остановлюсь только на том, что будет максимально интересно. Когда мы уже определили тактику лечения, осмотрели ротовую полость, владелец дал добро на проведение дальнейшей операции. То есть он готов. Кролика доводим до общей анестезии для того, чтобы его можно было заинтубировать. Потому что за время осмотра газ уже полностью вышел. Нужно погрузить очень глубоко, чтобы заинтубировать. Интубация должна проходить под контролем эндоскопа или камеры технической. Техническая камера – это та, которую работники вставляют куда-нибудь в трубы и смотрят, что там происходит. Продается в любой Икеа или где-нибудь. У нее не очень хороший фокус, но можно будет определить, понять. Ларингоскопом работать у кроликов невозможно, даже за счет расположения резцов и самой глотки. Кроликов интубируют на слух либо определенными движениями. То есть есть тактика интубации кроликов на боку, на спину. То есть там идет разворот. Это нужно показывать в видео. Или рентгеновское исследование. Здесь рентген четко показывает, что эндотархиальная трубка стоит в пищеводе. Если этого не проверить и кролика положить на ингаляционную анестезию, а при этом еще подключить ИВЛ, то кролик раздует. Это тоже будет нехороший вариант. Поэтому обязательные контроли и проверка интубирован для кролик. Интубация кролика позволяет проводить операцию очень длительно. Кролики могут лежать на изофлюоране до 4 часов. Здесь тубус уже в трахее. Здесь четко видно, что тубус в пищеводе. Это один и тот же кролик. Потому что не сразу получилось его заинтубировать. А рентген показал, где есть ошибка. Когда кролик заинтубирован, мы можем работать сколько на душе угодно. То есть кролик дышит и газом. Все в порядке. Также полностью оборудованный операционный стол. Так же, как и для собак и для кошек. Просто есть определенное положение, есть определенные столики для работы с животными. Потому что им ни в коем случае нельзя лежать так, чтобы голова была ниже тела. То есть они должны лежать вот таким образом, иначе у них будет нарушено дыхание. Но за счет того, что они интубированы, они могут дышать абсолютно нормально. И кислород, и изофлюоран поступают в легкие. Рентгеновское исследование показывает переопекальное воспаление, потому что есть некий абсцесс. Мы его обнаруживаем. То есть четко видно, что зубы не проросли в челюсть, а протолкнулись. То есть получается, что идет остеопороз, можно же так сказать, остеопороз, нарушение целостности костной ткани, неправильный прикус. То есть зуб один растет неверно, этот верхний проталкивает нижний, и оно друг за другом пошло. У кролика неправильный один зуб, вся пищеварительная система встанет со временем. И вообще у зайцев, грызунов, кроликов основная болячка – это зубы. Долго обрисовывала каждый зуб отдельно, чтобы понимать, как идет наложение лево и право. То есть есть рентген и внутриротовой, и обычный рентген, для того, чтобы все это понимать. Гной у кроликов очень плотный, его можно держать, он не течет. Тут же всегда проверяем, что трубка находится в трахее. Это внутриротовые снимки кролику. Роторасширитель обязательно, иначе мы не сможем поместить пластинку. Пластинка очень тоненькая, размер, диаметр или как, высота пластинки 1 мм, даже чуть меньше. Она находится в специальном чехле, ставится в ротовую полость и делается излучателем. Тут же я могла использовать арман, оранж или любой другой излучатель. Это ручной в виде небольшого фотоаппарата, который помещается в одной руке, очень легкий. Был случай, когда нужно было сделать хомяку мании рентген, а ни одна пластинка ей в рот не влезала, я решила одну пластинку уничтожить, не разрешили, чтобы ее обрезать так, чтобы хомяку поставить пластинку. Получилось очень дорогое удовольствие, но рентген внутриротовый мы сделали. Кстати, про манию есть очень большая информация отдельная, мании здесь нет. Парадонтальный зонт показывает глубину кармана, сразу четко видно, что зубы необходимо удалять. Зонт не должен входить на такую глубину, то есть там находится полость. Опять же, извлекаем гной из ротовой полости и также снаружи, с кожной, со стороны кожи, потому что необходимо провести ревизию абсолютно везде. Жалко, что не передается цвет, как положено. Вернемся к абсцессу, который так необходим. Вот он абсцесс. В любом случае нам необходимо полностью убрать шерсть, потому что рана должна быть абсолютно нормальной. Капсула. Здесь уже нет капсулы, осталась одна кожа. Нельзя промывать кроликом абсцесса, не надо ставить туда дренажи, иначе вы провоцируете образование новой капсулы, и оно все пойдет по кругу. Промывать нельзя, потому что при напоре жидкости вы распространяете инфекцию в окружающей ткани. А если есть еще сообщение между ротовой и носовой полостями, то эта жидкость может попасть в рот, что приведет к аспирационной пневмонии. То есть все взаимосвязано. Гной просто извлекается, эвакуируется. Кюритажная ложка, какая-то часть гноя эвакуируется, а далее необходимо удалять капсулу. Капсула удаляется нелегко, но удаляется. То есть ее необходимо пройти вокруг. Есть вероятность того, что часть капсулы останется. Вот так выглядит так называемый дренаж. Это не совсем дренаж. Дренаж ставится животным для того, чтобы был некий отток. У кроликов не бывает оттока. Кроликам оставляется открытая рана, и называется это марсупилизация, когда происходит расшивание краев раны для того, чтобы туда попадал кислород. Как только туда попадает кислород, все бактерии мрут. А если еще и комплекс антибиотиков длительный, недели на две, то тогда происходит полное заживление. Используется мастиет форте. Это комплекс антибиотиков с очень удобным дозатором, очень удобный мягкий носик. Владелец дома точно так же палочкой оттуда все выковыривает, с помощью мироместина убирает, что какие-то остатки есть, и закладывает туда мастиет форте в течение двух недель. Через две недели приходит, мы снимаем вот эту резинку, и все восстанавливается. Это? Во-первых, резинка не дает срастесть края. Снаружи, на коже. Но и швы не срастутся, и владельцу видно, где дырка. Это резинка от перчатки. Если это кролик из другой клиники, врачу дается фотография крупным планом, потому что снимать-то ему придется. Но он на всякий случай делается монофиламентом для того, чтобы можно было просто снять резинку. Потому что два дня, и ранка полностью самостоятельно закроется. Они не всегда доходят на снятие резинки, потому что есть иногородние, и они не могут приехать. Это очень удобно, недорого и чисто. Маруся. Вот такой вот абсцесс. Абсцессы, наверное, очень много. Маруся сколько лет? Неизвестно. Ее нашли на улице в снегу, в сугробе. Чем она болела, как она болела, неизвестно. Пришли просто с абсцессом. Вот такая вот стоматологическая проблема. Кроликам всегда предлагаются два варианта. Либо лечим, либо иутаназия. Другого варианта нет. Чтобы попробовать, не получится. То есть при такой патологии можно попробовать, но здесь нет кости. Абсолютно. Соответственно, убирается абсцесс, удаляются резцы, и Маруся живет себе очень хорошо. Но это три операции. То есть три операции. В ротовой полости тоже действительно очень много гноя. Раскрыть рот невозможно за счет отека и за счет, скорее всего, даже контрактуры мышц, которая там произошла за счет вот этого всего воспаления. После того, как уже поработали во рту, я делаю упор именно на работу с абсцессами, потому что это срочная помощь, потому что когда абсцесс скрывается, кролику легче становится. Даже без удаления капсулы оказать срочную помощь правильно необходимо. Вскрывается полностью все, препарируется, как обычная рана, тупоконечными ножницами. Происходит выделение гноя. Обнаруживаем, что здесь есть несколько мелких абсцессов. Вероятнее всего, что был абсцесс, ставили дренаж, образовался новый абсцесс, еще, 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 и они проросли в один большой шарик. То есть получается, что вскрытие, именно пошли мышцы, сосуды, капсула очень толстая, и выходит гной. Гной выходит постепенно из разных капсул. Было удалено несколько капсул, но не все за один период, за один этап, потому что объем работы очень большой, и нужно было лучше сделать две или три короткие анестезии, чем одну длительную анестезию. То есть не хватало именно анестезиологического времени, потому что о кролике ничего не известно, кто он такой и чем он болеет. И очень важно в дальнейшем правильно наложить швы, сшить именно те мышцы друг с другом, чтобы кролик смог жевать. Если мышцы не будут восстановлены, он не сможет жевать. Тут еще и с мышцами. Мышцы, конечно, определить можно не только на кадавре, но и на обычном кролике, тех же самых, как это называют, продуктивные кролики. Смотреть именно на вареном, чтобы четко видеть, где отходят мышцы. Под мышцей находится капсула. Капсула находится рядом с зубом. Зуб под мышцей. Соответственно, нам нужно в любом случае вскрыть мышцу. Капсула размером 4 см для маленького кролика. Одна из капсул, но это достаточно большая ситуация. Это первый этап операции. Убрана только большая часть, чтобы облегчить жизнь и продолжить уже дальше. И было такое условие, что если через 7-10 дней живы, мы продолжаем. То есть никаких гарантий, что будет все хорошо, нет. Да, рисцы обязательно, потому что, чтобы он мог нормально закрывать рот. Если у кролика отрастают рисцы, он не может закрыть рот. Если не может закрыть рот, значит растут премоляры. Абсесс может быть любой другой этиологией. Это мог быть травматический абсесс, они обязательно связаны с зубами. Нет, коррекция была премоляров, маляров, резцов и удаление капсул. Это все, что можно было сделать. Да, это все, что можно было сделать за один прием. Потому что тут где-то около двух часов получилось, мы просто уже не стали дальше продолжать. И зашивается все просто перерывистыми швами. Красивый. Мне тоже понравилось. Я иногда владельцу тоже говорю, вы знаете, а мне понравилось. Он говорит, ну это хорошо, что понравилось. Я говорю, правда понравилось. То есть тут даже видно, что есть челюсти, и шея появилась даже, а не зуб. У кролика. Практический семинар стоматологии кроликов, про который я говорила. Неправильный прикус. Видите? Один зуб заходит, верхний резец заходит за нижний. Или наоборот, нижний заходит за верхний. Здесь четко видно, что была фрактура зуба. То есть зуб сломался. Вот он белый, это мертвая ткань, а это живая новая. И до тех пор, пока этот мы не уберем, этот зуб будет расти неверно. И как делается ортодонтия? Делается правильная коррекция резцов, для того, чтобы направить их в нужном направлении роста. И владелец должен приходить в клинику через определенное количество времени. Для каждого кролика рассчитываем, сколько, 3 дня, 5 дней, 10 дней, или через день они должны приходить на коррекцию. Это крош. Кролик приходил в клинику уже тогда, когда зубы проникали в ноздри, в носовую полость. Он сказал, мне жалко кролика, я его не нес. Поэтому жалко. Как определить, что было жалко, тоже неизвестно, непонятно. Сначала кролику все эти зубы подрезались в условиях общей анестезии. Потом владелец сказал, что нет, уже хватит. Мы говорим, давайте удалим эти зубы. Потому что зубы будут расти вновь и вновь. У кролика длинная нижняя челюсть. То есть неправильный прикус изначально – это врожденная патология. В таком положении удаляются все резцы, кролик живет себе абсолютно нормально. Проблем никаких патологий быть не должно. Нет зуба – нет проблем. Кролик жует задними зубами. Кролик не жует резцами. Для отрезания. У него все в миске порезано. Зачем ему напрягаться? Это неправильно. Когтерез для когтей. Когда берется плоскогубцы или когтерезы и обрезаются зубы, при надавливании происходят микротрещины, которые проникают под десну. Когда мы делаем маникюр, мы берем ножницы, обрезаем ногти и потом подпиливаем. Мы не берем кусачки и не делаем. Правильно? Кроликам нельзя резать зубы когтерезами. Нужно подпилить бором под определенным углом. Если вы подрезаете зубы когтерезам один раз, этот кролик у вас поселился в клинике до конца его дней. Ничего не сделаешь, потому что вы делаете микротрещины, зубы начинают расти неровно. Один раз подрезали, все, трещинка пошла, и он начал расти в другую сторону. И если вы понаблюдаете за одним и тем же кроликом, он каждый раз к вам приходит с разной формы зубов. Это можно делать бором. Есть специальный протектор мягких тканей, которые не дают повреждению языка и губ. Единственное, что кролик проверяется на слух. Не то, что слышит он или не слышит, а боится он или не боится. Если кролик не боится шума машины, то такие кролики можно делать без седации, потому что есть протектор мягких тканей. Это касается только резцов. К кролику ставится машинка, и если владелец делает вот так, мы ничего не делаем, потому что владелец даже боится, и он согласен на все. Это действительно очень страшный звук, очень громкий для них. Некоторые кролики позволяют это сделать с собой. Можно использовать палочку от мороженого или палочку, как смотрят в деревянный шпатель. Маргарита. Удлиненные вот эти резцы, длинные, то есть они элангация резцов, соответственно, неправильный прикус. Здесь проблема идет даже не в нижних резцах, а в верхних, которые упираются в мягкие ткани. Здесь вопрос боли. Нижние-то вообще ей не мешают. С нижними она может жить, они даже никуда не проникают. Ей мешают верхние. Другой вариант. Крючки. Это так называемые крючки, их еще называют шипы, а это называется элангация клинической коронки. Зуб растет в щеку, травмирует ее. Кролик не может жевать, потому что идут определенные движения. И при жевании он ранит себе щеку и ранит себе язык и прекращает есть. Его начинают кормить насильно, а чтобы он проглотил, ему надо двигать челюстями, чтобы он проглотил. И происходит еще больше, больше, больше. То есть нужно смотреть в рот. Посмотреть в рот кролику без седации невозможно. Туда иногда даже трудно проникнуть в седации. Только под наркозом. В слепую ничего не пилите. Нужно осматривать, когда рот полностью открыт. Нельзя открывать кролику рот без седации, потому что кролик может сдвинуть челюстями и будет нарушение сустава. Нарушился сустав, нарушился прикус. Все. То есть только в полном расслаблении. Так же режется язык. Тут незначительная элангация коронки, но бывает, что шипы очень сильно прорастают и прорезают язык. У морских свинок даже не шипы, а у шиншилл. Нет, это норма. Но это нужно знать, какие, потому что они не могут расти. Там мостик и язык состоят из двух частей. Это у морских свинок, у шиншилл. Они сейчас будут. Да, это кролики, которые... Кстати, по поводу кроликов, они очень часто, они еженедельно, кролики поступают в клинику. Причем срочные пациенты — это перелом зуба и кролики, шиншиллы, грызуны. Вот они. Если сломана челюсть, это не срочный пациент. Перелом зуба срочный, а челюсть нет. Потому что при переломе челюсти нужно стабилизировать организм. А зуб — это боль. И его надо закрыть, чтобы его сохранить. Буквально час, и у собаки все в порядке. А с челюстью можно походить. Это не та боль, что сломан зуб. Понимаете? Почему здесь зуб состоит из разных частей? Раз, два, три, четыре. Эмалевые границы разного цвета, разной формы. Обращали внимание? Я так думаю, что вы сейчас будете, когда кролик к вам поступит, вы будете даже знать, сколько усиков у него. Потому что каждый усик, отвечает за свое. Видите, разный прикус. Сколько кроликов, столько и прикусов. Так же, как и у каждого человека, есть свой определенный прикус. так, да, с Валя, как сыр. Уберем этот, вот этот Федя интересный. осматривается лево, лево, право, низ, вверх полностью. Также элангация, кариозное поражение зуба. У кроликов бывает кариес. И если это черный зуб, то его нужно дифференцировать от кариеса, либо от пигментации, которая там присутствует. А кариесом повреждаются зубы у кроликов и у собак. Нет, это бактерия. Кариес – это бактерия, которая проникает внутрь зуба. Да, да, да. Он может стираться как угодно, но он разрушается внутри, и соответственно он инфицирован, потому что нет истинных корней, нет закрытия апекса зуба. Верхушка не закрыта. Здесь точно так же происходит удаление капсулы. Желательно ограничивать операционное поле. Да, действительно, с ним очень трудно работать, но тем не менее это нужно попытаться. Маркером нарисуйте. Капсулы бывают разные. И если животное лечилось очень долго, то удалить капсулу сложнее всего, потому что она начинает распадаться и становится очень много разных капсул, и гной, кстати, становится очень жидким. Гарантии при работе с кроликами нет. Вообще никогда. Тут главное – почки. Можно так резинку ставить. Главное, чтобы было поступление кислорода. Вот такой кролик. Перелом зуба. Перелом зуба его оставлять нельзя. Необходимо удалить коронку, потому что если он будет постоянно болтаться, то это будет хроническая боль. Если вдруг вы удалили зуб, но оставили миллиметр зуба, зуб вырастет вновь. И сейчас я очень надеюсь, что через определенное количество времени людям начнут выращивать зубы. У нас идет научное исследование совместно с стоматологическим институтом. Подробностей сейчас не скажу, но берут герминативные ткани от кроликов и переносят это все на человека. Вы знаете, я так сижу и говорю. Вы знаете, коллегам я говорю, представляете, сегодня я хочу такую форму зуба, через месяц такую. Поставить себе зуб крой? Да, можно вот так. Герминативная ткань. Мы его не удаляем. Если он сломался, мы его просто извлекаем, чтобы он не болтался и не мешал. Нам его либо нужно сломать, доломать, убрать. Будет пульпит закрыт гидроксидом кальция и назначить обезболивающий. После вот таких препаратов мелоксикам в рот на 2 недели. Прямо вот этот мелоксиком и так далее. И они хорошо его переносят. Кто-то назначает до месяца. Но это боль. Кстати, если мы хотим удалить зуб, у нас не получается удалить зуб, нам его необходимо вскрыть до пульпы, не закрывать гидроксидом кальция никак. Тогда произойдет воспаление, воспаление около корня, и нам его легко извлечь. Поэтому я владельцу говорю... Нет, не начнет. Это максимум 10 дней. Максимум 10 дней, когда мы его ломаем до пульпы. И если зуб еще нарушить пульпу внутри файлом, тогда все, зуб начинает умирать, инфекция. И владельцу говорю, зуб удалить невозможно, стоит плотно, мы его сейчас нарушим, произойдет воспаление, я вас жду через 10-12 дней. И на обезболивающее. Я не думаю, что это больно, что я его специально сломала, чтобы его удалить легче. А если вот так вот зуб ломается, то есть вероятность того, что зуб начнет расти неправильно. И постоянно пойдет наблюдение. Но желательно закрывать его либо гидроксидом кальция, просто порошочком пульпу закрыть, и все. Можно здесь на саму рану использовать салкосерил паста. При удалении щечных зубов у кроликов используют, иногда зашивают. Если это сделать технически невозможно, особенно на верхней челюсти, используют клей для ранок. Как это называется для ранок? БФ-6. Нет, 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 ничего. Ляписом нет, у кроликов нет. Ляпис, он прижигает патологические ткани, а тут нужно зашить, здесь нет патологических тканей. Здесь нужно сохранить альвеолу. Крест-накрест зубки. То есть сколько прикусов, столько и кроликов. Каким образом здесь можно что-то определить? Обрезание зубов четко происходило несколько раз, потому что все зубы полностью нарушены. Сама коронка неровная. Это та часть, которая была обрезана для того, чтобы можно было раскрыть рот. Вот они, два резца, которые подрезаны, и вот они, два задних, которые… Их не видно. То есть у кролика наверху четыре резца, внизу два. Это сделано намеренно для того, чтобы показать, что там есть задние зубы. Еще. Проблема была вот в этом, что вот этот резец задний травмировал слизистую оболочку. То есть когда вы трогаете кролика, кролик пришел на прием, и вы ему трогаете вот здесь, не делайте этого. Если здесь есть крючки, то вы проткнете, и будет еще хуже. А проткнули вы или нет, вы не сможете определить. Трогать можно вот здесь, если там с корнями что-то, сверху, вокруг глаза, но не сбоку. Потому что будет отказ от еды, и будет сильнейшее воспаление. Соня. Один глаз нормальный, другой глаз ненормальный. Где проблема есть? Глаз удалим. Ну зуб-то продолжит расти. Вот как раз анатомия. Носослезный канал проверяем, работает он или не работает. С контрастом, с промыванием. Да. Можно с промыванием, можно контраст использовать, контрастное вещество вводить туда. Не-не, можно, прям катетер можно взять, желтый, некоторым синий катетер очень хорошо входит, и туда заливать. Оно из носа очень хорошо выходит. Да. Некоторые даются, но те, которые совсем плохие. обратите внимание, здесь корни и здесь корни. Растут корни внутрь глаза? Проталкиваются. Проталкиваются, да. Нет. Нет, 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 оно все восстанавливается. Все восстанавливается. Не знаю по поводу зрения, потому что Константиновский ставит искусственные хрусталики кроликам в глаза. И пациента есть. Так что... Продолжений много. Да, орган сохранен. Иногда действительно необходимо удалить глаз, потому что он уже, уже все, никакой. То есть удаляется и зуб, и глаз. Если по каким-то соображениям кролик себя плохо чувствует, или владельцы не могут сделать ту или иную процедуру, тогда уже принимается решение. От двух до четырех. А если они проталкиваются, там костей нет. Они очень легко удаляются. Вы можете удалить зуб со стороны ротовой полости, но это может быть неудобно, потому что зуб очень большой, и вы его, даже если будете вытаскивать, вы его не сможете вытащить. Поэтому вы его вытаскиваете, пилите, дальше вытаскиваете. Или вытащили часть здесь, и вытащили часть через кожу. Либо здесь через кожу, либо там. Это быстрее получается. То есть надрез, надрез, да. Со стороны челюстей. А если вы знаете, сделаем коррекцию коронок, то это же время, да, с нами? Да. Да. То есть вопрос, если мы сейчас задали этот слун, а мы с вами задали этот минус, и с другой стороны у нас начнутся проблемы с эстетикой, потому что уже меняется, а не нет. Да. Это можно сделать, но если здесь корни находятся уже вот в этом месте, и если я вдруг провожу коррекцию зубов нижних и верхних, они не проталкиваются дальше, но они находятся здесь, и инфекция находится здесь, анаэробная. Пока мы принимаем антибиотики, у кролика все хорошо, и глаза перестают течь, да, то есть становится все нормально. Курс антибиотиков, допустим, закончился, и оно опять все началось заново, потому что локализация бактерий, инфекция здесь. И когда уже происходит очень сильное воспаление, эти зубы иногда удаляются самостоятельно. То есть легко. Не то, что выпадают, их нужно как-то удалить, но нужно будет это все дело подшить. Потому что если во рту будет открытая рана, то весь корм, который будет попадать, он может попасть в область глаза. Нет, вы знаете, действительно они лечатся. Кто-то лечится, кто-то нет. То есть опять же рентгеновский снимок покажет, как необходимо. Вот обратите внимание, здесь зубы расположены как нормально. Что с резцами? Можно ли восстановить прикус по резцам? Нет. Если мы постоянно будем подрезать и выводить их сюда, но нам же нужно работать с корнем зуба, убрать его, этот зуб, и все. Колечко из шерсти. Как оно здесь появилось? Так вот это колечко из шерсти было глубоко под десной. Это вот я его периодически немножко вытащила. Почему идет воспаление? Потому что шерсть рядом с десной образовалась, началось воспаление, она начала проникать глубже, глубже, глубже. А потом появился абсцесс. Причина абсцесса какая? Шерсть, которая проникла под десну. И такое может быть. Нужно видеть рентгеновский снимок, чтобы посмотреть периодонтальную связку. Если там есть воспаление, значит, это проблема в зубе. Иногда смотришь, вроде ничего особенного. Открываешь рот и говоришь, господи, лучше бы я сюда не лезла. Бывает такое, правда. А иногда, ой, как все сложно, как все страшно, открываешь, и все нормально. То есть такие варианты тоже бывают. Это те самые крючки, шипы, элангация коронки, которые режут щечки. Ну, пришел пациент от дерматолога. Нет, говорит, вот нам надо, у нас диспансеризация, мы все посмотрим, я все посмотрела. Говорю, ой, какое-то пятнышко, вам к дерматологу. Она так смотрит, меня говорит, вы что, сговорились? Меня дерматолог к вам отправил. В общем, в итоге, зубы – это производная кожа. И с дерматологом работа действительно совместная. Вот это нужно отправить к дерматологу? Почему я не занимаюсь лечением сопутствующих заболеваний? Ко мне пришли на стоматологию. Я сделала стоматологию, у меня пошел следующий стоматологический пациент. У меня нет технической возможности заниматься вот этим всем. Это, да, действительно интересно, но я не знаю, как лечиться под дерматит. И все, я им сказала график дерматолога, и они пошли к дерматологу или терапевту. Они делают свою работу и делают ее хорошо, потому что у них есть на это и время, и они смогут посмотреть. А я не буду лапками заниматься, я головой занимаюсь, не лапками. Вот еще один кролик, тоже с абсцессом. Что с языком? Почему не кросс? Это разрез коронкой зуба, элангация. Вот он, шип, внутренняя поверхность. То есть вот должны вот так идти коронки, и здесь один вырос и порезал язык. Действительно очень плохо передает здесь цвет, потому что фотографии здесь действительно шикарные представлены. Может быть, я в интернете выложу этот клинический случай, вы сможете посмотреть. Но вот некроз привел его к такому, что 1,4 языка у кролика нет фактически. Он ел при этом. Он при этом ел. Но есть мужчины, которые от заусенции крови в обморок падают, поэтому вопросов-то и нет. Это препараты, которые используются кроликам, грызунам, зайцеобразным, аналгезия, обезболивание, нестероидные противовоспалительные, мелоксикам, карпрофен. Это основные дозировки. Вообще, действительно, если кролик поступает, я назначаю НПВС и отправляю к ротологу. Что самое интересное, у нас в клинике нет ротолога. Действительно. И основная масса грызунов поступает либо от терапевта, либо от родентолога других клиник. То есть я занимаюсь головой, сделала зубы, отправила им туда. И они уже занимаются желудком, кишечником, лапами и так далее. Но владелец на 2 клиники. Да, родентолог, он корректирует мои назначения. Мы можем созвониться, он говорит, это надо убрать, потому что ему будет не очень здорово. Я говорю, убираем, но вот это обязательно. А основной ответ за родентологом. То есть я фактически делаю техническую сторону вопроса, потому что у меня есть оборудование, я знаю, как это делать. А как работает желудок, это пусть он разбирается сам. Причем антибиотики я стараюсь не назначать внутрь, потому что у кроликов идет дополнительное обследование, исследование, и пусть с ними разбираются другие. Я могу назначить что-то наружное. Конечно, при общей анестезии реанимация применяется, но гарантии нет. Так выглядит мастер-класс по стоматологии кроликов, демонстрация. И вот так выглядят эти кролики. Нет. Значит, это… Нет, один кролик, один стажер. Это Владимир Екал. Он объясняет одному из слушателей, второй подошел посмотреть. И они бегают. А так 5 столов, 2 человека за одним столом, у каждого свой кролик. Есть запасные кролики. Поэтому всегда делается что-то запасное. И если это экстракция или еще что-то, то собака-кошка на одного. На одного. У каждого свое. Да. Рентгеновское исследование. Ну, как правило, 2-3 преподавателя на практическом занятии, потому что один не может разорваться на 10 человек. Если человек пришел получить знания, он должен взять эти знания и уйти, а не теорию. Это практика. Это практика. Практическое занятие проходит в учебном центре. Это не клиника, это отдельный учебный центр по специально оборудованный класс, где проводятся только стоматологические практикумы. Вот так выглядит исследование ротовой полости с помощью отоскопа. То есть можно использовать отоскопы. Это все выводится на экран, вы можете посмотреть любую коронку. То есть это как на практическом занятии. Крысы поступили в клинику перед выставкой. Крыски ходят на выставку, действительно так. Нет, выставка грызунов. У них есть своя выставка, им нужна была санация. И они пришли на санацию. Привести в порядок крысы, почистить их. Под эзофлюраном можно делать все, что угодно. Нет, я вот, кстати, да, действительно, про маникюр не подумала. Я сегодня столько информации вот отсюда возьму. Действительно, это очень интересный сегодня день. Это кто? Свин или свиньи? Капибар? Нет, капибар, во. О, а у нас есть по капибарам. У меня есть по капибарам стоматология. Есть стоматология ежиков. Там только ежики, только капибары, да, с видео ежики. Я вот что покажу. Вот что. Это хрюндель. Поступил вот с такими губами, со сломанным зубом. Рот закрыть он не может. Значит, это сразу после обработки. То есть это в самой клинике просто помыли, убрали корочки, подрезали зубы, почистили рот от каши, от манной. Потому что его кормили манной кашей дома. Не знали, как его кормить, его нашли. Это спустя сутки. Эта фотография прислана владельцам. Потому что я иногда говорю, пришлите фотографию. Действительно, есть иногда возможность посмотреть, что на фото. Да, чёрный морской свинь. Ну, не чёрный этот, рыжий. То есть грязный, чистый, совсем чистый. Не совсем здоровый, там с прикусом проблемы, но тем не менее, что слизистая. Это показано то, что у них кожа очень быстро восстанавливается. Хлоргексидин. Потому что он не горький, он не горький. А всем остальным можно хлоргексидин. Причём 0,12%, 1,2%. Это очень сильный. 0,12% можно, 2% дерматологически нет. А если, кстати, ладно, сразу по поводу хлоргексидина. Откуда мнение такое, что хлоргексидин окрашивает зубы в серый цвет? Была информация, что не надо хлоргексидин, от него зубы окрашиваются в серый цвет. Это не зубы окрашиваются, это налёт окрашивается, который неправильно счистили. А если почистить зубы от налёта, которым окрасился хлоргексидин, они снова станут белыми. Эмаль никогда не окрашивается ничем. Вот этот налёт. Да, эмаль желтая. Эмаль, эмаль сверху, дентин снизу, цемент со стороны корня. Эмаль, у лошади эмаль. Цемент внутри. Я сейчас вернусь. Да, поэтому не тём. Цемент, значит, есть зуб, у него есть коронка и есть корень. На коронке эмаль, а на корне цемент. А внутри дентин. Вас обманули. Цемента там не может быть на всём зубе. Вас обманули. Я хочу ещё один такой случай показать, чтобы вы знали, что такое может быть. У меня такое было один раз и больше не повторялось. Морская свинка, отказ от еды, активность снижена, сливаться отсутствует. Что случилось? Депрессия. Нет, вот пришли, свинка плохо себя чувствует. Помогите. Да. Ну я первая, кто оказался при входе в клинику. Не, не, я первая. Я на терапию не выхожу. Нет возможности на терапию. Повышенность снижения. Очень редко. Очень редко, если только при каких-то воспалениях. Игла. Это швейная иголка. Вот она. Во рту. Во рту. Была рядом с глоткой на языке. Фотографии, к сожалению, нет. Это не подложено. Это действительно правда. Открыли рот, потому что что-то он тер. Открыли рот, увидела иглу. И мне уже было не до того, чтобы взять фотоаппарат, это дело сфотографировать. Мне нужно было эту иголку просто достать. Что он уже просто сидел спокойно. Свинку. Да. Мы просто открыли рот, чтобы хотя бы посмотреть, что там. Когда открывается рот, ставится рот расширитель, я держу челюсти. И сбоку рот расширитель. Чтобы хотя бы заглянуть, есть что-то внутри или нет. Не рассматривая. Да, да, да. Чтобы он не... Ну вот так держу. Чтобы он не смог открывать, вернее, двигать из стороны в сторону. То есть так он не сможет раскрыть. Из стороны в сторону он не сможет двигать. И когда он дергается, при рот расширителе травмируются мягкие ткани. Доран. И потом плохо восстанавливаются. Они хуже кушают. Это мы раскрыли, увидела вот такую иглу, вытащила. Швея, мама девочки швея. И вот эти вот иголки, которыми закалывают одежду, видимо, каким-то образом свинка съела. Я не знаю, почему произошло. Просто к тому, что и такое может быть у свиней. Ну, как они сказали, вечером ела, они пришли в обед. То есть это могло быть и утром, это могло быть и с ночи, и так далее. То есть, заметите, они могли. Свинка в свободном выгуле по квартире. Так что случаи всякие разные бывают. Кстати, вот это что за заболевание? Нет, на коронке. Какой дефект? А как определить, кариес или гипоплазия? Это гипоплазия. А что такое гипоплазия? Есть гиперплазия Десны, а гиперплазии зуба нет. А есть гипоплазия зуба, а гипоплазии Десны нет. Причем она симметричная бывает. Это ожог на зубе в результате температуры, которая получена в инфекционном заболевании. И можете определить возраст животного, когда та или иная собака переболела инфекцией с высокой температурой тела вплоть до месяца. У вас есть ожог на солнце, кожи от повышенной температуры? Есть. А это ожог на зубе, на тоненьком зарождающемся органе от высокой температуры в теле. Когда еще даже временных нет. Временные есть, молочные, а постоянных нет. У нас сегодня были только кошки, часть кроликов. Кошки тоже не все, и про собак очень много можно сказать. Если будет что-то интересное, можно сделать заранее, как говорится, заказ какой-то темы, которую можно будет рассмотреть очень-очень подробно. Я надеюсь, вы поняли, что не бояться. Можно спрашивать все, что угодно. Переведем все на нормальный язык. Переведем все на нормальный язык. Такое случается, и мы можем ничего не делать абсолютно. У меня даже был случай, я удалила нижние резцы у кролика, а остались верхние резцы. Верхние резцы по какой-то причине прекратили расти. Просто прекратили расти. Есть владельцы, которые дома пилят зубы каждые три дня пилочкой. Потому что отсутствует стирание зубов. Но я и учу, как это сделать. А вот почему? Кто-то его знает. Они не знают. Это может быть связано с гиперцементозом корня в результате хронического воспаления или нарушения минерального обмена. Избыток минеральных веществ. В общем, здесь есть, а в корне нет. Резорктивные поражения у кроликов. Спередные резорктивные поражения зубов. Иногда смотришь, а оно прям в одном цвете. Не нужно исключить опухоль. Потому что опухоли бывает и теология о форме. Может быть это связано с остеопорозом? Остеопорозом может связано. У меня же есть данные, что у кроликов, которые сам стерилизован, они начинают потом со временем с остеопорозом и не улучшают. Не подходит. Там самцы не подходят, да? Нет, но он никак не был, наконец. И нет, может проявить действительно, но все что угодно. Смотреть операцию. Действительно очень много всего неизвестного. Общий анализ крови, соотношение кальция с фосфоро тоже определяет работу организма. Можно сейчас спросить, когда я не сказала, в период для переставления есть, то есть мы видим, отломить можно, если вам считать, а остальные зубы, которые дальше не надо, не надо. Нет, не нужно. Он вырастет потом. Да, он вырастет. Да, он вырастет. Но вам нужно за ним наблюдать, потому что в процессе роста, вот тот кусочек, который отвалился, у вас получается три лица осталось. Этот зуб, который остался один внизу, он может неправильно стираться. И он может пойти в сторону. Как только вы видите, что он пошел в сторону, значит, вы корректируете его и ждете, когда отрастет. Ну вот он 3 мм в день растет. В неделю. А, в неделю. В неделю. Да, от 2 до 4 мм. Ну, в среднем 3 мм. Но очень часто бывает, что вырастает все правильно и не нужна никакая коррекция. Можно, если это открыта пульпа, то есть гидроксид кальция. Прикрывается пульпа. Но не факт, что он останется живой. А так можно ничем? Можно ничем не закрывать. С пасты с алкосерил сверху. Паста дентальная, адгезивная, только потому, что она приклеивается и не отпадает никуда. Один раз в день хотя бы дырку эту закрыть. Вот как будто затыкаете его и все. Ну, помнить о том, что высокой температуры тела и все гели, мази, оно просто все будет вытекать. У нас есть, у меня есть лекция по игуанам. То есть стоматология игуан. Потому что... А-ля... У вас какие интересные пациенты подобного рода? И земноводных, вы кого? Крокодил. Крокодил. И как? Нормально, он живет в квартире. У него все очень просто. У него все зубы как положено. Они новые вырастают. Все потерял... А антибиотики другие, обработка другая. Как к ним подходят? Вайпер, все вообще в общей анестезии. Это стандарт. Все стандарт. Да. Общая анестезия, рентген. Антибиотики, применение, обработка раны. Так же, как и у всех? Нет. По весу кухни... Нет. Есть определенные нюансы, которые принимают, а они и не принимают. Но у вас редко бывает? Конечно, редко. У меня были разные живые. Во-первых, у меня были, и я к ним ходила, потому что не многие не могли приехать. Самый крупный был, это слон. Самый мелкий был, это мания. Хомяк. Но она самый лучший пациент. А что она? Это за парк? А, это за парк, да. И мы туда и ездим, потому что они не могут привезти. Экзоты, конечно, были. Крупные кошки были. Эндодонтия была. Игуаны четыре штуки. У меня научная работа есть по ним. Крупные. Это не лекция уже, это обсуждение? Это так, что и следующая. Ладно. Подготовим материал. Если он появится, то подготовим. Если его к моменту заказа и следующей лекции возможно не будет, соответственно, лекции не будет. Но на сегодняшний момент есть и гуана. Но чтобы представить клинический случай, должен пройти год после лечения. Потому что сказать, вот мы какие молодцы, мы это умеем делать. Да, мы молодцы. Но надо показать, что стало с ним через полгода и год. Если через полгода и год все хорошо, значит клинический случай удался. Ну, у них редко бывают генгивиты. Кто осматривает крокодила? Ой, они живут там в природе и все. Ну, их не так часто, не так много. Тот, кто завел крокодила, у него и зебра живет дома. Поэтому... Ну, это не квартира. Это не квартира. Человека-хобби. Да. Да. Если это касается резцов, то делается коррекция. Для каждого индивидуального случая подбирается своя система, своя техника. Если это примоляры и маляры, то пилятся зубы на определенный размер для того, чтобы достичь правильного прикуса. И тут же проверяется. Это... Да. Да. До нормы можно довести от одного раза до десяти. Да. Но тут очень много факторов зависит. И как владелец будет ходить, будет ли он выполнять все приходы и так далее. Потому что недавно была шиншилла, которую мы выписали, как говорится. Потому что они пришли на коррекцию, мы загрузили ее на газу. Я открываю рот и говорю, у вас все хорошо. Мы ее разгрузили и отправили. Все. Она больше к нам не придет. Это был шестой раз. Но результаты достигли. То есть она не придет вообще? Нет, все. На коррекцию она не придет. Прикус восстановился. Прикус восстановился. Прикус восстановился. Да. Нет, задними зубами, примолярами. Потому что произошло искривление челюстей. И когда происходит коррекция зубов, допустим, этот я делаю длиннее, этот делаю короче. И делаю так, чтобы зубы за счет длины... Челюсти сдвинули за счет длины зубов. То есть я их не пилю одинаково. А где-то будет короче, где-то будет длиннее. И они выравниваются. Ну это хорошо, что они придут. А что не бывает у вас в нашей коррекции, что это не всегда из боли животного, то взрослые? Бывает. Бывают, да? Бывают такие случаи. Действительно, они доказаны, как говорится, на практике. Есть такие, которые ходят. И ходят уже третий год. Они ходят каждые 2-3 месяца на коррекцию. От питания. От питания. Потому что она не ест. Она вот эти не ест гранул. Мы ей даем то-то, то-то, то-то. Ну нам ее жалко. Ну тогда ходите на коррекцию. Там выбирает что-то, не ест. Нет. Нет, пытаемся. Потому что, во-первых, фото делается всегда. Делается сразу прикус и сравнивается. Всегда рентген. То есть у нас есть сравнение, что мы делали. Вот. И достигнуть этого невозможно. Если сказано, ешьте жесткий корм. Вот такие вот гранулы. То, соответственно, вы должны есть жесткий корм. А если они дают мягкий корм и какие-нибудь овощи, оно ничего не стирается. А иногда владелец может смотреть в глаза и говорить неправду. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...